И сегодня мы будем изучать пятую Мишну четвёртой главы. И это слова Раби Ишмайля. В предыдущей Мишне мы учили слова Раби Йоханана, сына Бруки. Раби Йоханан, сын Раба Бруки, он говорил о том, что тот, кто охуляет имя Творца тайно, взыскивает с него открыто. И вот сейчас его сын Раби Ишмайль, который учился у многих мудрецов, он был другом Рабана Шимона Бенгамлея и Раби Йошуа, сын Корхи. Изместно в Талмуде множество споров с Раби Акивой. Так вот, что говорит Раби Ишмайль? До того, как мы будем учить то, что он говорит, есть известный спор. Раби Ишмайля и Раби Акива. Говорится так. И собери свой урожай. Ва савта деганых. И написано в Талмуде, это те, кто исполняет волю Творца. Нет, возражает Раби Шимон Бар Йохай, что те, кто собирает свой урожай, они не выполняют волю Творца. Как это может быть? Потому что сказано То есть, постоянно человек должен заниматься Торой. Раби Ишмайль говорит, это невозможно буквально понять эту строчку Торы. А Раби Шимон Бар Йохай говорит именно так. Всегда главное, ради чего еврейский народ получил Тору, чтобы постоянно ее изучать и исполнять. Так что же, Раби Ишмайль не согласен с этим? Нет, он согласен. И что он говорит? Чтобы слова Торы были, постоянно управляли твоей повседневной жизнью. Больше того, Талмуд дальше приводит, что Рова говорит своим ученикам, величайший мудрец Талмуда, Рова говорит своим ученикам, в Ниссан и в Тишрей не приходите учиться. Объясняет это Раши. В это время, когда собирают урожай оливок и злаковых. Чтобы вы не думали о своем пропитании весь год. Значит, это впрямую получается. Как Раби Ишмайль. И сказано так в Талмуде. Значит, получается, что Раби Ишмайль как будто говорит, ты должен заниматься сбором урожая, заниматься повседневной деятельностью, заработком. А Тара, чтобы управляла твоими делами. И тогда мы понимаем. Раби Ишиман Бар-Йохай говорит это, чтобы каждый еврей был раввином, учился всю жизнь. А Раби Ишмайль говорит, чтобы люди работали, чтобы учили Тару, чтобы знать, как правильно исполнять. И вдруг здесь то, что говорит Раби Ишмайль. Что он говорит? Тот, кто хочет изучать Тару для того, чтобы обучать ей других, дают ему, что он может и учить, и обучать. А тот, кто учит Тару ради того, чтобы исполнять ее, дают ему и учить ее, и обучать ей, хранить ее и исполнять. Значит, сам Раби Ишмайль говорит, что главное это Тура. А как же, значит, мы неправильно поняли, что он сказал, когда он спорит с Раби Шиманом Бар-Йохай. И что это значит? Многие пробовали, как Раби Шиман Бар-Йохай, у них не получилось. Многие пробовали, как Раби Ишмайль, у них получилось. Так по кому будет закон? Тос вот объясняет, что такие, как Раби Шиман Бар-Йохай, которые полностью посвятили себя Торе, если они будут собирать урожай, это будет нарушение. Это значит, что они не исполняют волю Творца. Они цельные праведники. Цадик Гамур, говорит Раби Шиман Бар-Йохай. Человек будет сеять, когда сеет, пахать, когда пашут, поливать, когда поливают, собирать урожай, когда собирают, перемалывать, когда перемалывают, проверивать по ветру, когда проверивают. Тара, что будет с ней? Тогда все задают вопрос, а что будет с Израилем? Все мужчины пойдут в Ешивы. Все будут учить, кто будет охранять, кто будет на самолетах летать, кто-то. Все задают такой вопрос. Отвечает Раби Шиман Бар-Йохай. Придут другие из других народов и будут пасти ваш скот. То есть, когда вы будете полностью исполнять волю Творца. Главное назначение еврея – только изучение Торы. Больше того, он не может прерываться, чтобы заниматься будничными делами. Раби Шиман говорит – нет. Чтобы Тара управляла твоими делами. Больше того, объясняет это Рабхайм из Воложина, даже когда ты занимаешься будничными делами, ты должен постоянно быть связан с Тарой. И это то, что мы видели. Наш учитель Раблицкак Зильбер. Это рассказывал мне один израильский раввин. Он говорил, что он хотел его подвезти. Он видит Раблицкак, бежит. Он бибикает, бибикает, он не обращает внимания. Но он тогда остановил машину раньше, подошел к нему. Раблицкак, садитесь в машину. А он продолжает что-то. Что такое? Он наизусть повторял Мишнает. Он говорит, он должен повторить до конца. Понимаете, это все время, то есть, когда он не занят ни с одним евреем, когда он должен с ним разговаривать на все темы, на любой вопрос обсуждать и так далее, что он делает? Постоянная тара. Так это впрямую то, что говорит Рабь Ишмайль. Понимаете? И тогда Рабь Ишмайль говорит, вы должны заниматься своим пропитанием, собирать свой урожай. И тара должна управлять. Но что значит? Нет того, что вы нарушаете волю Творца, когда вы собираете урожай. Но вы должны постоянно быть связанными с Тором. И он сам говорит, тот, кто хочет учить Тору для того, чтобы обучать, ему дают. Тот, кто хочет учить Тору для того, чтобы исполнять, это безгранично. Потому что мы получили Тору для того, чтобы ее реализовывать. Это народ, который должен реализовать Тору в мире через 613 заповедей. Теперь, как это понять? Тот, кто хочет учить Тору, чтобы обучать ей. Значит, объясняют, есть те, которые объясняют так. Человек, который пришел в Ешиву. Ему говорят, зачем ты пришел? А, я хочу быть раввином. Сколько у нас в Москву приходило учеников, которые говорят, что мы хотим достичь больших высот. Это хорошо. То есть, даже не во имя самой Торы, а, скажем, ради почета, ради уважения. Да. Это тоже он говорит хорошо. Потому что, когда человек начинает учить Тору, даже не во имя ее самой, если он правильно учит, это Тора сделает изменения. Талмуд приводит такой пример. Один человек пришел и сказал, я хочу учить Тора, чтобы стать богатым. Хорошо. Занимайся, садись, учись. Проучился он год, второй. Пришел какой-то человек и сказал, что у вас здесь есть какие-то выдающиеся ученики, я вот хочу быть участником в их Торе. Вот я принес золотой кубок. Вызвал рав этого ученика и говорю, ты хорошо учишься, ты хотел быть богатым, вот тебе золотой кубок. На следующее утро пришел этот ученик, заплаканный, и сказал, я не хочу. То есть, я хочу учить Тору ради нее самой, а не ради этого кубка. Ну, это как пример. Это одно значение. Другое значение – человек, который учит Тору, и у него желание так знать, чтобы можно было обучать ей других. И тоже пример. Когда в Ташкенте это рассказывал раб Цион Зильбер, он, ему сколько там было, 16 лет, сколько там, у него появилось, или больше, у него появилось Хеврута, они вместе учили Талмуд. А папа не справлялся со всеми начинающими. С одним надо учить Алифбет, одного надо научить говорить Шма, третьего надо научить молиться Шмунайсре, четвертому надо учить Раши Нахумаш. И он сказал, ты знаешь, мой сын, ты должен меньше времени тратить на учебу индивидуальную с другим учить места Талмуда, мне нужно, чтобы ты помогал мне вот с этими всеми людьми. И тогда Равен Цион спросил, а откуда ты знаешь, что ты прав? Что вот то, что я буду обучать других, важнее, чем то, что я буду углубленно учить. Талмуд, и Равицкек ему сказал, ты знаешь, здесь нет других людей, других больших равинов, с которыми могли бы посоветоваться. Это мое решение, но я хочу тебе сказать, что от углубленного изучения Торы твоего не убавится, если ты будешь учить с другим. И где это написано? И это написано в Талмуде. Сейчас я вам прочитаю. Написано так в Широ Ширин, это из трактата Сука. Написано так. Уста свои открывает в мудрости, и тара милосердия на ее языке. Турат хесет. Да? Тогда задает вопрос Талмуд. Вы киеш тара шель хесет, ва еш тара шей но шель хесет. Есть тара, которая хесет, а есть тара, которая не хесет. Да? И отвечает. Да. Есть разные торы. И что это значит? Значит, тара, которую учит человек, чтобы обучать других, это называется тара тхесет. Тора, которую он учит не для того, чтобы обучать, только чтобы быть мудрецом, называться большим раввином, это не шель хесет. Так вот, это то, что Равыцкак постановил для Равенциона. И, несомненно, когда Равенцион приехал в Израиль, и у него была встреча с Рошьей Шивы, мир Равшмулевичем, и он сказал, что он знает только два седера, два больших раздела Талмуда. То есть, он знает, он может отвечать на любой вопрос. А вот такого-то раздела Талмуда у нас не было, поэтому и вдруг он видит, что Равхайм Шивы левич плачет. Тогда он испугался. Значит, его не принимают, потому что он не подготовился. Он говорит, я попробую подготовиться, я ещё есть время, я могу подготовиться. А он плакал от того, что из России приехал молодой человек. И он, я могу сейчас чуть-чуть сказать, он наизусть знает это. Вы понимаете? Рассказывал Равыцкак, что у него был один из самых счастливых дней в жизни, когда он слышал, как Равхайм Шивы левич говорил, вот приехал молодой человек из России, и я цитирую Рамбама. Он говорит, нет, у Рамбама написано по-другому. Как? Что? Принесли Рамбама, он был прав, а я нет. Так вы понимаете, что это такое? То, что Равыцкак постановил для Равбанциона, это то, что он говорил всем. Если можно обучать других, это значит, что ты в своей учёбе, не будет у тебя ущерба. Это то, что у меня было в прямую, когда мне предложили делать передачи, ещё это какие-то годы, 80-е, наверное, до всех перестроек и так далее. Это то, что Равыцкак Гольденберг основал то, что называется «Институт Мили». И мы должны были записывать разные лекции на тему Торы, для того, чтобы через Коль-Исраэль их передавать. Причём, директором этого института сделали бывшего генерала какого-то. И где мы записывали? На самой левой радиостанции в Израиле, на радиостанции Галей Цааль, «Голос армии Израиля». И когда я пришёл туда, до того, как я пришёл, я пришёл к Равыцкаку и говорю, «Равыцкак, мне предлагают это делать. Что мне делать? Я сейчас попал на урок Рожьи и Шивы. Я как раз хочу там укрепиться и углублённо учить. Мне это не надо». Он говорит, «Цви, ты неправильно делаешь счёт. Какой счёт надо делать? Отчего будет более приятно на хатрох творцу этого мира? Если там в России ещё 10, 20, 30 человек приблизятся к Торе, это же большая радость для Творца. Все те, кто были оторваны от Тора и так далее, сейчас они приблизятся благодаря этим урокам. А я хочу тебе сказать, твоей учёбе это не помешает». Я говорю, «Равыцкак, я об этом даже не думал. Думать, отчего будет приятней творцу». Я это не думал. Я думаю, вот я хочу учить Талмуд, я серьёзно хочу его учить, я урошу и шивы на уроке, а это может мне мешать. Так как было? Я перешёл в Колель к Гаону Раму и Шапира. И спрашивали, когда время назначить для записи. Я сказал, время должно быть как раз перерыв между первым седером и вторым. С девяти до часу это первый седер. С часу до трёх есть перерыв, там обед, там что такое. Я садился в машину, я ехал на Галийцаль. Так вот, когда я пришёл в шляпе, такой дядька с бородой, всё, они говорят, ты что, кто, что, может не туда попал? А потом эти самые техники, которые там, они мне делали, ну, в неурочное, наверное, время, я делал специальные кассеты, там, на разные темы, так они мне записывали это. Так что, что мы там делали, в общем, это счёт, который делает человек, и учить для того, чтобы обучать. Тогда что? Да. Ну, я где-то читала, что если человек, еврей, учит только Тору, то он потом отходит от неё, или я неправильно что-то поняла. Мы говорили так, что тот человек, который, у которого мудрость больше, чем его дела, его мудрость оставит. Тот человек, у которого его дела больше, чем его мудрость, это почве, на которой мудрость растёт. Это то, что вы имеете в виду. Здесь немножко другое. Теперь второе, то, что говорится. Сейчас мы посмотрим, что это значит, что если человек учит Тору, для того, чтобы обучать других. Даже если вначале он хочет ради того, чтобы его назвали раввином, занять высокое положение, и в этом случае ему дают и учить, и обучать. Творец помогает его замыслу. Это то, что написано в Талмуде, в трактате Маккот, Десятый лист. По тому пути, по которому человек хочет идти, и его ведут. Он хочет, как определяется, чем определяется человек. Скажи, что больше всего ты хочешь в жизни? Я вам приведу пример. Это рассказал мне в Суко мой Рав, у которого я больше 20 лет того назад учился в Орсамихе. Я пришёл его навестить в Суко. Это Рав Цукерберг. И он мне рассказал. Собрались трое. Еврей, христианин и мусульманин. Это не анекдот, это притча. И вдруг им объявляют. Через столько-то дней будет поток. Что говорит христианин? Ну, что делать? Творец хочет, чтобы мы погибли. Всё, погибнем. Что говорит мусульманин? Надо просить, надо молиться. Может, что-то можно изменить. Что говорит еврей? Есть у вас варианты? Еврей говорит так. Будем учиться жить под водой. Вы понимаете, что это такое? Это значит жить. То есть, творец же хочет, чтобы мы жили. Значит, если будет потоп, это новые условия. Так вот, это то, то, что здесь написано. Человек, чем определяется человек? Тем, что он хочет. Например, я уже рассказывал, один мой хороший знакомый в Москве, он думал найти какой-то большой клад. Он говорит, если я найду клад, я тебе дам миллион. Я говорю, подожди, я спрошу Урава, я не знаю, это большое испытание, миллион. Вы понимаете? То есть, что человек хочет? Этот человек тоже обеспеченный, достаточно, но он хочет найти ещё какой-то огромный клад. Что ты хочешь? Что главная цель твоей жизни? Так этим определяется. Этот человек, что хочет? Он хочет учить для того, чтобы обучать. Творец даёт реализовать его замысел. И это то, что сказали наши мудрецы в трактате Псахим. Человек всегда должен учить Тору, пусть даже не ради её самой. Это называется лё-лё-лишма, да, и исполнять заповеди. Даже если он начинает учить лё-лё-лишма для какой-то корысти, выгоды, называться раввином, занять положение и так далее. В конце концов, он будет учить Тору ради её самой. Как в примере с этим золотым сосудом. Потому что ради чего творец сотворил весь мир? Для того, чтобы в этом мире реализовалась его воля, его желание. Где, в чём заключена его воля, его желание? В Торе. Так? То есть, для чего мы вышли из Египта, чтобы у горы Синай получить Тору? Для чего мы получили Тору, чтобы реализовать её, где? В святой земле Израиля. Это первая часть, даже если он начинает не во имя. Теперь, а тот, кто учит её для того, чтобы исполнять, ему дают возможность. лельмот вейлайламет, лишмор вейласот. То есть, учить, обучать, соблюдать, охранять и соблюдать. То есть, он постигает глубины Торы настолько, что он может и обучать, и исполнять. И комментаторы приводят такой пример. Учитель Ровы и Абайи в Вавилоне, мудрецов Вавилона, был раба. Раба Барнахмани. И сказано про него, что он полностью посвятил себя Торе и не занимался хэседом, благотворительностью. Теперь, это то, что учить для того, чтобы обучать. Но то, то учить для того, чтобы исполнять, и комментаторы говорят, это Абайя, оппонент Ровы. На этом построен, на споре Рова и Абайя построен весь Вавилонский Талмуд. Так вот, сказано, что Абайя не только учил Тору, но и делал хэсед, тогда дают ему изучать, обучать, хранить и исполнять. Значит, теперь задаётся вопрос, что это значит, который учит для того, чтобы обучать, а не для того, чтобы исполнять, так может получиться. О, тогда сказано так, тот, кто учит Тору не для того, чтобы её исполнять, сказано так, что лучше было бы ему, чтобы у зародыша есть то, что связывает его, чтобы пуповина обмоталась вокруг его горла и чтобы он не родился. Почему? Потому что Тора гораа, то есть обучение, учение, указание, то есть как надо жить. А если он учит её для того, чтобы как философию, философ не обязан в жизни реализовывать то, что он говорит. Тора это всё Тора Тхаим, Тора жизни. Мы учим её для того, чтобы исполнять. Так вот, тот, кто, как же мы можем понять, человек, который учит Тору для того, чтобы обучать, а не для того, чтобы исполнять. Есть множество ответов. Прежде всего, есть те части Тора, которые сейчас мы исполнять не можем. Например, я вам хочу сказать, та часть Тора, которая называется Седар Мишнаёт Таарот. Это то, что сказано о Нохе, когда он сделал ковчег, а наверху сказано, что он поставил ЦОГОР ТАСЕЛИХА. ЦОГОР есть объясняющее наверху. Это что, окно или драгоценный камень. Так вот, что такое ТАГОР и что такое ТАМЭ? ТАГОР чистый, прозрачный. ЦОГОРАИМ что такое? Полдень, когда солнечные лучи полностью освещают землю. прозрачный. А что такое ТАМЭ? Нечистый. Это преграда на пути света. ТУМ-ТУМ. Это человек закрытый. ТАМ-ТАМ. Барабан. Да? ТУМ-ТУМ. Двуполый вообще, неизвестно какого пола. То есть, это перекрытие на пути света. Так вот, те, кто учат сейчас законы ТААРА, то есть, законы очищения от нечистоты, которые имеют актуальность, когда есть храм. Так есть целые группы больших еврейских мудрецов, которые учат сейчас законы ТААРА. То есть, СЕДАР ТАРУТ. Для чего? Это то, что сказано, что если человек учит для того, чтобы исполнять по желанию человека, сейчас это большое, то, что сделал Хофет Скайм в своё время, у него был Колель, Котши. Они учили всё, что связано с храмом, о работе Коэна в храме. Да? И его величайшие ученики, тот же, как Робин Хонен Вассерман, что творец отплатил за него, он был убит в Ковну, или Роби из Поневежа, Раф Канеман, Роби Йосеф Шломо Канеман, который открыл Яшиву Поневеж и открывал Яшивы по всему Израилю и восстановил Тору в Израиле. Так вот, они учили Котшим про храм, а сейчас в Израиле много Талмидей Хохамим учит Тарот. Это значит, что они учат для того, чтобы исполнять, но пока это называется не для того, чтобы исполнять. Да? То есть, невозможно сейчас исполнять, но, как сказал мне Рош Ковли, когда будет построен храм, кому придут задавать вопросы евреи, к этим людям, этим еврейским мудрецам, которые учатся в этом Колеле. Так это не значит, чтобы не исполнять, но есть две части Торы. Есть часть изучения Торы ради ее самой, да? А есть изучение Торы ради исполнения. Когда мы стояли у горы Синаи, что мы сказали? На Асе будем исполнять венишма и будем служить, будем учить. Это две части Торы. Мы получили Тору руками и мы получили Тору ушами. Вы понимаете? Когда Моше молится, он поднимает руки над головой. Что это значит? Мы отдаем тебе, Творец, наши руки, наши действия. Все твое. Так это дарование Торы. И я приведу один пример. Написано так в трактате Шаббат. Рова оппонент Абай. Сказано, что он так углубленно задумался в одном вопросе из Талмуда, что он не обратил внимания. Он сидел на скале и его палец прижался и из пальца текла кровь. И увидел его дздуки апикорос. И сказал Амбзиза, вы народ суетливый, торопливый. Что вы сказали? Сначала сказали, а потом подумали. Что вы сказали? Будем исполнять, а потом будем слушать. Надо было сказать, будем слушать, что там написано, а потом будем исполнять. Что он увидел в этом пальце, который течет кровь, и Рова не обращает внимания, насколько этот палец получил Тору. Вы понимаете? То есть, когда он так углублен изучением Торы, что он даже не обращает внимания, что течет кровь из его пальцев. Это он увидел, это на Севанишмах. Что ему ответил Рова? Ты прав, ты прав. Но мы идем с Творцом Бетмимут, мы идем с ним с цельностью, мы знаем, что он тот, кто нам дает Тору, через Тору мы объединяемся с ним, мы исполняем его волю. А вот эти, которые вот это сначала, что там написано, получим, не получим, Творец с ними ведет точно так же. Так вот, это наш путь. Мы учим Тору для того, чтобы ее обучать, обучать ей. Мы учим Тору для того, чтобы исполнять, еще раз я прочитаю, для того, чтобы изучать, обучать, хранить и исполнять. И это Татара, это говорит оппонент Раби Шимана Бар Йохая, Раби Ишмайль. То есть, смысл жизни еврея, несомненно, только изучение Торы. Но может ли он совместить это с будничными работами? Или полностью посвятить себя? Отвечает Талмуд так. Единицы это как Раби Шиман Бар Йохай. Цельные праведники, которые могут себя посвятить. Это высший пик. Ради этого сотворен мир. Когда Раби Шиман входит в пещеру, ради него творец сделает чудо. Тут же родник пробивается и рожковое дерево. потому что ради него существует мир. Раби Шимайль говорит, многие пробовали, многие, для многих может быть это и правильно, соединить одно с другим. Но вот это главное, человек может работать 10 часов в день, но после этого он бежит в бет мидраж, главное ради чего? Ради того, чтобы учить Тору. Вы понимаете? А есть другое, который, мы не будем говорить, да, по-другому себя ведет, тогда это что-то другое. Ну, на этом мы остановимся сегодня.